Субтитры сделал DimaTorzok Офицеры перевели сюда из Калининграда. Почему я в такой форме? Я член Международной ассоциации ветеранов-подводников Северного флота. Вдова военного коменданта гарнизона Ведяева Мурманской области, откуда подлодка Курск ушла в свое последнее плавание. Я в руках держу два плаката. Дело в том, что я одна воспитывала внука Игоря, а его мучили подонки одной молодежной группировки. Это наркоманы, вымогатели, воры. Я, будучи внештатным корреспондентом газеты «Эстония», вынуждена была сама вести расследование преступной деятельности этих бандитов во главе с Григорием Червинским. Полиция, вместо того, чтобы поощрить меня, министр внутренних дел, может быть, материально даже помочь, уволенные полицейские, которые не хотели заниматься расследованием этой преступной группировки, преследуют меня вот уже 20 лет. Меня избивали, спровоцированы многократные групповые избиения. У меня 22 болезни и травмы. У меня травмированы глаза, у меня отбиты внутренние органы. Я перенесла две тяжелые операции, предстоит еще столько. А с 4 по 6 марта этого года меня необоснованно просто мучили в психбольнице, отвезли меня в наручниках туда. Вот пока не мешался, по-моему, требований судья и адвокат. Он сказал, что я психически здоровая, но я уже была, микроинсульт у меня уже был. Меня отвезли в Мустамьянскую скорую помощь, и там несколько часов я пролежала под капельницей. Поэтому вот я держу в руках эти два плакатика. Но самое обидное, что пострадали мои трое внуков. Внук в 8-летнем возрасте, Игорь, стал инвалидом-осматиком. Двухлетнего внука у меня вырывали из рук Максимчика, он заикается. У третьего внука, Костеньки, здесь над бровью не заживает шрам, потому что восемь эстонских подонков налетели на них на двоих и избили его. Почему я пришла сегодня на этот пикет? Это не моя личная обида. Это обида за тех политиков, которые хотят, чтобы мы не дружили с эстонцами. Я хочу сказать, что я знаю и меня знают два оба президента Эстонии. Я имела честь беседовать и с президентом Леннарда Мэри, и с президентом Арнольдом Рюйтелем. У меня есть фотографии. Дело в том, что я музыкальный человек, видите, у меня на груди лиля. Я 14 лет руковожу клубом песни русскоязычной. И вот я поэтому хочу, пользуясь случаем, приглашаю 19 мая, могу по-эстонски сказать, Я приглашаю на музыкальную встречу и вас, уважаемые коллеги, на музыкальную встречу, которая состоится в Обществе Слепых. Тема будет очень интересная. Любви все возрасты покорны. Будем петь песни о любви. Так, и вот 20 лет я добивалась, и наконец-то я добилась возбуждения уголовного дела и бесплатные услуги адвоката. Поэтому, уважаемые коллеги, я, когда мне будет известно заседание суда, поэтому я бы хотела, чтобы вы тоже присутствовали. Вы согласны? Придете на этот суд? Когда это будет? Я пока не знаю. Подарите мне свою визиточку, я вам позвоню и вас приглашу. С удовольствием. Да. Спасибо большое за внимание. А что с вами случилось два года назад? Два года назад со мной ничего не случилось, но с моим сердцем случилось. Оно болит до сих пор. Дело в том, что мой папа, Самойлов Павел Никитович, похоронен в Калининграде. Он фронтовик, офицер Советской армии фронтовик. И вот уже 60 лет прошло, уже этой могилы не сохранилось, потому что я здесь живу в Таллине. Я приходила на Танисмяги к памятнику советским воинам, как на могилу своего отца фронтовика. Поэтому перенос, это выкапывание, это было очень больно. Я просто плакала. Я принесла букет сирени, хотела положить, но женщины, это вообще страшно, когда женщина, молодая женщина, в полицейской форме, взяла, выбросила мою сирень куда-то и не разрешила положить туда, к памятнику. Вот я считаю, что если бы правительство эстонское немножко подумало бы своей головой, все это можно было сделать цивилизованным путем, красиво, в согласии с ветеранами, объявить, чтобы ветераны вышли в своей форме, с орденами, с оркестром, а не так, из-под тяжка ночью. Это была большая, глубокая ошибка. Вот поэтому я и пришла сюда. Я еще что хочу сказать. Я последние годы посетила 30 городов России, от Калининграда до Новосибирска, от Грозного до Мурманска. И на встрече с ветеранами войны, армии, флота и труда информирую их о положении русских в Эстонии и даю сольный вокальный концерт. Я пою. И вот в память тех ребят, которым мы сейчас терминалу, вот два года назад, которые задержали 1200 ребят, молодых людей, которые выступали за права русских в Эстонии, за протест против выкапывания могил, я предлагаю всегда своим слушателям стать и спеть песню «Варяг». Врагу не сдается наш гордый. Наверх вы, товарищи, все по местам, последний парад наступает. Врагу не сдается наш гордый варяг, пощады никто не желает. Спасибо большое. Вам спасибо за внимание. Приходите, пожалуйста, к нам на огонек.